Послушайте, ведь если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно. Вы можете понимать эту цитату как угодно, но в контексте игр, которые мы наблюдаем сейчас, эта цитата трактуется единообразно. У нас впереди Dust 2, и это карта, которая для Liquid'ов явно не выглядит выигрышной, по крайней мере на бумаге, и учитывая то, как можно проследить тенденцию развития команды Liquid в этой серии, все-таки все идет к тому, что Astralis забирают Grand Slam на Dust'е. Да, и кто-то будет кусать пыль снова и снова, судя по всему. Я на самом деле не знаю, что добавить, потому что я вроде все сказал. Давайте про Dust пообщаемся. Типа 1612, 1611 какие-нибудь, или даже меньше, вероятно. Может быть даже 168, или Astralis на Dust'е. Олег, забери, скажи что-нибудь. Я могу только показать тебе одну штучку. Вот такая у меня есть штучка, и все. На этом все будет сказано. Чтобы вы понимали, друзья, с момента старта нашего эфира Олег не вставал с этого стула, и по-прежнему остается загадкой, как эта футболка там появилась. Да. Да. Такое бывает. Ну, тут фрагстор недалеко, поэтому все имеет место быть. Нет, на самом деле Dust 2, нас Liquid'ы иногда удивляли. На этой карте, опять же, она для них играбельна. Они будут начинать за сторону атаки. На Dust'е втором, соответственно, защита для Astralis. И вот на атаке, на сильной стороне карты Dust 2, Liquid'ы обязаны для себя, для своих фанатов, брать половину с не то что разгромом. Но раундов 10. 10, думаю. 10-11 они должны забирать. Если меньше, то, вероятнее всего, у них ничего не получится. Если по справедливости, то Liquid'ы два раза выиграли Dust на этом турнире. Один раз против Бегов со счетом 16-6. Это было еще в рамках группового этапа. Второй раз против Na'Vi 16-4. Ну, и вообще, ну, можно судить о том, что они играют эту карту, что даже несмотря на отрицательный 45-процентный винрейт команда способна показать борьбу, проблема только составляет в том, что Astralis набрали форму. Вот мы всегда повторяем на каждом турнире, что Astralis — это тот коллектив, который разгоняется по ходу турнира. И вот сейчас мы видим это. То есть в начале этой серии не было видно девайса. Сейчас и девайс подключился. Полный комплект. Есть все, что нужно. Просто забирай, не хочу. Тут нужно морально подсобраться и Тако. Он вроде бы улыбается, и вроде бы все хорошо. Но мы видим проблему того, что вроде бы Нитро не стреляет. Но факт истоит в том, что вполне вероятно, они приключились к той модели, когда Нитро сейчас является именно капитаном, который уделяет большее количество времени тому, чтобы команде объяснять, наставлять на нужный путь, а не как против той же самой команды Na'Vi или Бигов, которая слабее гораздо сейчас на этом турнире, бегать и так же убивать. Ему сейчас нужно включаться в эту самую борьбу. Я не знаю, правильный ли это подход. Нужно ли так сейчас действовать, потому что не хватает именно тех самых фрагов в команде Liquid, чтобы перестреливать команду Astralis. Тут прям надо вообще все-все-все. С точки зрения морального плана очень сложно команде Liquid уже сейчас, потому что на них давит прошлый результат. Помимо всего прочего, это вот вьетнамские флэшбеки с прошлого типа сезона ESL Pro League. И прямо один в один счет должен становиться прямо сейчас. То судьба не хочет давать. Нет, вы не забирайте. Нет, что это возьми, вы не забираете опять. Нет, Astralis все-таки слишком сильны. И вот с этим необходимо справляться. И Nitro, и всей команде. И максимальный подбадривающий элемент от Зевса здесь должен быть в качестве тренера. Я знаю, что он вот такой очень молчаливый тип. Он рассказывает, раунды показывает. Там что-то мужики, давайте так, давайте так. Ходит, думает. Но сейчас надо вот моральные штуки прям открытые. Вот так вот распахнуться, потому что иначе вас реально запрут. Вот ты про закрытость Зевса, кстати, сказал. Да, я с вами за кадром поделился наблюдением, что очень заметна разница между подходом к работе у Зоника и у Зевса. Зоник после каждого раунда, неважно, победного или проигрышного, он дает наставление команде. Он вносит конструктив какой-то. Зевс после некоторых проигранных раундов предпочитает помолчать. Возможно, в этот момент разговаривают игроки. Но мне кажется, что не всегда эти разговоры могут привести к правильным мыслям, в то время как тренер, ему не приходится думать о том, чтобы правильно клавишу нажать. У него голова непосредственно думает о стратегии команды своей. И то есть если вот Зевс между раундами чаще вносил конструктив, мне кажется, игра бы у ликвидов шла лучше. Тут, видишь, опять же, зависит от того, как команда к этому подходит. Может быть, им не подходит тот стиль, как практикует Дэнни, опять же, тренер команды Астралис. Возможно, им, наоборот, нужна концентрация. Хотя я соглашусь, что, наверное, в некоторые моменты, когда вот у тебя что-то залетает и ты прям вот... Но Зевс тоже на такие моменты реагирует очень сильно. То, что он понимает, что вот нужно сейчас... Он радуется хотя бы за то, что у команды получилось. Все это сделать он, возможно, не так эмоционально действует по команде, потряхивая всех своих тиммейтов. Но в целом это может быть... Ну, как, не знаю, так договорились команды. Может быть, у Зевса все внутри кипит. Одним словом, буквально, не больше, предикшены. 2-2. Ничего себе. Пожалуй, 3-1. Все-таки хотелось бы 2-2, но сложно. Проверим, друзья, как все сложится. Поехали на четвертую карту. Что ж, даст два, друзья. Карта, на которой Liquid были хороши против Na'Vi. Против B.I.G. И карта, на которой команда Астралис как-то один раз удивила. Будут ли хороши еще и против Астралис? Наверное, это основной вопрос, который мучает нашего зрителя. Смогут ли Liquid сравнять счет в этой серии Best of 5? Ну, пик определенно. Liquid, исходя, опять же, из того, что мы видели в начале этого гранд-финала. Выход на базу B. Молотов на платформу. Но Majors и Dupree уже похоронили на корню этот заход на точку. Выиграли много времени, еще и выбили бомбу. Вот так вот бомба в Боцком. Так и находит Глэйва. Но дальше этого дела здесь уже не дойдет. Сколько будет жить Majors к бою в этом моменте? Просто какой-то супер живущий Majors. Супер живущий. Вот так вот. Вроде бы нашифрованный выход был у Liquid на базу B. Но как же четко среагировали. Справились с ним ребята из Астралис. 1-0. Кстати, по пистолетным раундам, если я не ошибаюсь, счет должен быть равный. И вот в четвертой карте Астралис выходит вперед. А ты не ошибаешься. 4-3, да? Что-то вроде этого. Момент по винрейту, друзья. Вот за 11 карт у Liquid винрейт на этой карте 45%. Команда Астралис 82%. Все мы знаем, все мы любим эти циферки. Но вот на деле непонятно, как это сработает. Здесь, кстати, эко от команды Liquid. Вы знаете, первые две карты, извиняюсь, первые три карты нам показали, что Liquid в каких-то эпизодах они пытались и форсить, и ответные форсы проводить в свою пользу. Иногда где-то это получалось. Но вот к моменту начала Даста 2 ребята уже поняли, что без девайсов будет крайне трудно. Ну, именно поэтому мы видим полный экономический раунд и закупка в третьем. 2-0. В тот же момент появляется снайперская винтовка у Николая Ридза. И это интересное решение. Они стали затягивать, не будут оставлять фармганы ребята из Астрали в своих руках. И уже в этом раунде постараются уронить Liquid и забрать первый оружейный раунд. Так, Дуайс отыгрывает Зигзаг. Номер 3 это Глэйв играет вместе с ним. Номер 2 смотрит длину. Это Ксипник сыграет. Кстати, там предельно аккуратно. Ну и атака. Атака свои действия развала строго через центр карты. Видят они в этом ключе к защите соперника. Ну вот и первый минус от Николая Ридза. От человека, который, казалось бы, выпал на первых двух картах из матча. Но во всей красе мы его увидели на Инферно. И на Дасте 2 он, видимо, решил продолжить присутствовать в этой встрече и вносить максимум импакта. Стоит отметить, что Твист решил не дожидаться взрыва флешки и вышел прямо на прицел к Николаю Ридзу. Для Коленьки это был легкий и непринужденный минус, после которого Дуайс уходит на максимально безопасную позицию. И Астралис уже в большинстве готовы остановить эту атаку команды Liquid. Значит, возможно, он готовился на этом выходе к позиции, которая как раз-таки вот за стенкой, и чуть дальше, поэтому и заходил раньше. Ну, это же первый угол, который должен пройти без сопротивления. Тут уже инициатива, опять же, Дуайса решила очень многое. Ну что, три человека на длине сейчас. Выход как раз в таком направлении база разыгрывается командой Liquid. Зигзаг выдал свое местоположение. На Дуайса будет открываться длина под флешку, и куля попала между двух игроков, но ни в кого из игроков. Еще одна флешка на выбивание, и тут максимально своевременно нарисовался Нав. Ну, там Кольника разбирается третий минус в раунде, готов забрать и четвертого. Нет, так как грамотно его задергал, но дальше без шансов. 3-0, Астралис забирает первую оружейку, и отмечаем великолепную работу снайпера. Да. Дивайс играл просто великолепно. Первый минус на зигзаге, двоих забрал на длине и остановил. Как зоник просто подбадривает свою команду. Поддерживает, конечно, датчан весь зал. Мы понимаем, Ликвид, конечно, сейчас очень-очень тяжело. Но что поделать? Что поделать, ребята? Ну, надо было забирать Мираж. Надо было забирать Мираж, ребята. И вот согласитесь, на Мираже было все, чтобы его выиграть. Все было у Ликвид, чтобы его выиграть. Я тебе больше скажу, и на Инферно были шансы. Не проиграя экономически в первой половине, не проиграя там еще парочку важных раундов, могли цепляться Ликвиды и за карту Инферно, и за карту Мираж. Но это Астралис, который ошибки не прощает. Ну, а пока что попытка показать идеальную защиту от датской команды присутствует здесь в полной мере. На центре карты игроков атаки просто разбирают на косточки, по частям. Хотели Астралис показать нам чистый раунд. В итоге их к зипникса потеряли. Минус делает Элит. Ну, и будет тянуть сейчас, конечно же, время. Игроки защиты начинают также отправляться на опасные позиции. Номер три обходит. Это Глэйв. Ну, капитан читает. Тут макро, и все, ты никуда не уйдешь. Ну, по сути, именно Глэйв должен закрывать этот раунд для команды Астралис. Совершенно спокойно. 5-0. 5-0. Или 4-0. Или 4-0. Погрячился. Погрячился, бывает. 4-0. Ну, сейчас у нас будет, опять же, оружейный раунд от команды Ликвид. И, если честно, я не знаю, что им нужно делать такого здесь в атаке. Датчане расстрелялись. Датчане не парятся. У них получается сейчас очень-очень многие вещи. Об этом свидетельствует результат на Инферно. Раунды, которые они должны были не выигрывать, они выигрывали. Фантастика какая-то. Нав. Хороший респаун. Игра на длине. Антрифраг против Мэджиской. 4-5. В начале пятого раунда. Но, опять же, длину все-таки ребята из датской команды занимают. Ну, и один опорник на базе Б в данный момент. И моментально выход на базу Б. Посмотри, что делают Ликвиды. Так. Не проверил позицию Дюбри. Дюбри пытается сшить, но нет. Эллидж его закрывает. А на холпе есть уже девайс. Какая-то дискотека. Да, но девайс тоже ничего не смог сделать. Дверь прострелили. И на базу Б заход оформляется абсолютно спокойно. Вот вам и Тим Ликвид, друзья. Да, и там была и позиция у игрока защиты. И он мог двоих похоронить. Но так и был дезориентирован. Как четко сыграли Ликвиды. Первый минус на длине моментально. Стяжка на базу Б и выход практически на одного игрока. Да, Астралис вроде бы все это дело читали. Отправили девайса на холпу. Но Коленька не успел. Да еще и в важном моменте промахнулся. Ну что же. Первые Ликвиды забрали. Осталось дождаться взрыва бомбы. Но Астралис пытается сохранить свое оружие. Кзипник задевая СМК и снайперская винтовка. Ликвиды не будут искать. Они понимают, что деньги им максимально важны. Так, снайперская винтовка на машине. Кзипник скроет проход со спины. Ну и Ликвид, да, действует так же аккуратно, как упомянул Юрий. Экономика крайне важна для этой команды. Ну вот ДР, конечно, на пятом раунде смотреть это немного неправильно. Но в конце первой половины будет, конечно, подвести итог. Очень интересно. Вроде нет таймаута. Три раунда разницы. И датская команда сейчас будет играть в две снайперские винтовки. Дюпри девайс. Ну и на базе Б, наверное, немножко защита поменяется. Не справился там, конечно, игрок защиты. Ну его нормально дизайнтировали. Реально нормально. Там куча флешек. И первый рез против первой респа. И Дюпри оказался раньше. Ну вот тебе ответочка от команды Астрали. Ответная агрессия. Ну выключается от одного из самых сильных и невероятных на самом-то деле по мастерству игроков в команде Ликвид. Так, вот эта позиция у Така. Ты видел? Так, Нидер наконец-то отвечает. Будет ли минус от Эллиджа? Эллидж двоих забрал. И это решающие два фрага, друзья. Оставшиеся игроки датской команды находятся сейчас на позиции базы Б. Вы знаешь, кстати, как-то подобным образом умирала команда Нави. Вот то, что сейчас сделал Эллидж на Апленте. СГ-шка. Он с огромными проблемами забирал первого игрока, но как же жестко перевелся на второго. Переворачивает в этом моменте. Ну и команда Ликвид с этого, после такого поворота событий, конечно, сейчас должна воодушевиться. Все-таки получаются и сложные вещи. Это не может их не радовать. Ну и вот, по-моему, сейчас ребята думают, что сейвить. Калаш, чтобы обороняться, а ВП, чтобы засейвить. В общем, девайс с двумя девайсами. Сейвят две снайперские винтовки Астралиса. На секундочку раунд начинался 3 в 5. Именно снайперы отработали вначале. Дюпри девайс сделали по минусу, но буквально через секунду Эллидж забрал первого нитро. Сделал второй минус, но Эллидж в ту же секунду забрал третьего. Второй раунд подряд забирают жидкие в атаке на втором дедасте. Ну и еще один маленький шаг, и экономика Астралис рухнет. Да, и тут уже начнется, возможно, даже диктовка от команды Ликвид. Но мы все знаем, как датчане могут этого избежать. Вот аналогичная ситуация была на Мираже и на Инферно. Датчане просто вовремя включались и не давали команде Ликвид почувствовать себя хозяевами ситуации. И тут может быть такой же момент. Ну что, последние деньги для датской команды. И, ну знаешь, присутствие двух снайперских винтовок вызывает опасение Мэджис к попытке поджать. Так выключает Девайса. Это снайпер против СГшки. Эллидж не оставляет шансов. Флешечка. И, ну, нужен размен сейчас. Заберет ли Тако второго. Как четко дергает Глэйв и перестреливает Тако. Три в четыре. Перестрелка за Астралис на базе Б. Но на деле туда отправляется уже два игрока Ликвид. Они выходят с бомбой на точку. Ищут Глэйва. Понимают, что тот уже давным-давно убежал с опасных позиций. Но как гибко играет Глэйв. Врывается на Тэшку. Забирает Эллиджа. Два в три. Ну, большинство удается сохранить Тим Ликвид. Несмотря на происходящее в Б-планте. Ну, и для Датчана это очередной раз сейв. Вопрос в том, два ВП или одно они будут сохранять. Ну, кстати, не факт. Если удастся забрать Нитро, возможно, пойдут до конца на это выбивание. Но, опять-таки же, Нитро уже в безопасной позиции. И Астралис будут сохранять. Да и фьюз китов еще нет. Вдобавок, это как ко всем твоим неприятностям. Еще одна маленькая неприятность. Беда не приходит одна. Там девайс уточняет у Эллиджа, попал ли он по нему. Ну, Эллидж отвечает, что через текстуру попал мне и оставил 29% здоровья. Ну, кстати, справедливости ради стоит отметить, что после этого Эллидж наказал Николая Арица. И сделал тот самый важный и нужный опен-фраг. Три для Ликвид. Ну и какое будет решение от Астралис на этот раз? Да, они сохраняют два оружия. Но это уже не два ВП. Это и МПшка, и снайперская винтовка. Да и денег уже катастрофически не хватает. Так, ну что ж. Датчане на самом-то деле вот в одной карте сейчас от победы на Гранд Слэме. Золотые слитки. Тут же призы в золоте. Это миллион долларов золотыми. Это как РПГ какое-то. Голды тебе подкинут после этого. В прямом смысле это назвал, понимаешь? Это знаешь, как говорят иногда на моей родине, по-богатому. По-богатому, действительно. Нет, буква Г звучит немного по-другому. По-богатому. Еще один раунд. Вот тебе и сейвы, которые Астралис четко реализуют в потенциальные закупки. Итак, снайперская винтовка у Николая Рица. Подсадка в зигзаг сразу же. И сейчас посмотрим, будет ли там какие-то действия от атаки. Нет, но экшены не увидим. Тут на длину упор сделали ребята из Лик. Это, кстати, не зря. Первый спот реализовали. Один пропрыгнул, второй сделал минус. Это 5 в 4 с первых секунд. Ну и... Ну, кстати, перестрелки на длине заканчиваются переменным успехом. То Астралис, то Ликвид их выигрывают. Но вот в последние разы как раз-таки Ликвид перехватили инициативу в этом моменте. Да, ну тут и Астралис их выигрывали в том случае, если они выбивали потом уже повторно после первого фрага в пользу атаки. Но здесь твердо решили немного подождать. Но Ликвид начинает подбираться. И сейчас вот позиция Аплант А. Увидели Плэнт. Но соскочил сейчас фраг Уэллидж. Тоже размен флэшками. Зигзаги закрывает Мэджиск. Твист на размене. Посмотрим, как разыграет свой проход. У него пока что есть дым, который способствует более гибкому открытию. Но тут снайперы... Снайпер работает четко. Правда, так и его тоже смог выключить. Но для Дюпре эта ситуация не самая приятная. Наф, это СГЭшка. И слушай... Как же отрабатывают СГЭ у команды Ликвид. Да, в полной вроде бы, знаешь, дезориентации в ситуации. Ребята умудряются вывести по перестрелкам в чистый перевес. Ну и бомба ставится за ящиком. Так, ошибочка на длине. А вот это уже может быть... Ну вот дальше не прощает Твист Дюпре. Слишком поторопился игрок команды Астралис. Мэджиск один против двоих. Но количество здоровья Ликвида выставляет желать лучшего. Посмотри, куда там там марафонский какой-то забег оформляет. Твист он сместился на зигзаг. И в ту же секунду выключил Мэджиск боя. Вот тебе и марафонский забег. Ну и фраг от Нитро, так и нафа. И два шикарных хэдшота. Особенно последний от Вистца. Минус деньги, наконец-то. Надо делать ЭК. Где-то в Соединенных Штатах Америки Усейн Болт, наверное, курил, когда видел, как Твист нес он на зигзаг. Спасал ситуацию. Через Контровский спаун. И он это сделал. Ну, просто убежал с опасной позиции, о которой было известно. Красавчик. Ну и датская команда после нескольких сейвов и попыток реализовать эти двайсы наконец-то делал ЭК. Полноценный, но не совсем. Мэджиск остался. Были деньги на первый армор. Дигл. Суммарно тут у нас 3 дигла, 1 ЦЗ, 1 флешка, 1 дым. Вот Глэйв, Глэйв, Глэйв. Где же ты играешь, Глэйв? На центре Глэйв у нас. Ну и что-то у него тут поздний смог остается. Для центра или нет, непонятно. Такая игра таймингов не засчитала. Промахнулся. Был шанс у Дюприз сейчас сделать этот минус. Но КС никого не щадит и никого не прощает. Так, доносите ее. Слушай, по-моему, Астралис потихонечку перестраивается в режим максимально закрытой игры. Не хотят, ребята, уже торопить события, проявлять инициативу даже на экономическом раунде. Осознавая, что все-таки вот золотой слиток можно домой забрать. Порадовать себя. Шикарная флешка. Так, а кто будет забирать к Зипникса? Элиджу это удается. А дальше дым. Ой-ой-ой, а тут с дыма попытка выхода задергал Глэйв. Надо уходить. Также дым на КТ упал. И пытаются, ну вот, с разных сторон здесь поджать, ребята. Нет, с Элиджем шутки плохи. Он просто наказывается с Гэшки. Дюприз Мэджиск падают. Глэйв Девайс вдвоем против четверых. А как все хорошо начиналось? Глэйв, кстати, успевает занять сейчас позицию на базе B. Правда, вот тут не факт, что простят Ликвид. Да, не прощают. Твердо на перестрелку выходил Элидж. Ну и отсутствие бронежилета, конечно, для Глэйва. Это тот еще фактор. С Девайсом также справляется так. Ну что ж, друзья, Тим Ликвид в первой половине решающей для них карты выходит вперед. Правда, пока только на один раунд, но то ли еще будет ой-ой-ой. И посмотри, как уже сильны экономические Ликвиды. Вот эта серия взятых раундов из пяти, она позволила Ликвидам серьезно укрепить свою экономику. Астралис по-прежнему только о таком могут и мечтать. Но все же в этом закупаются действительно грозно. Две снайперские винтовки Дюприз Мэджиск боя. Что делают Ликвиды? Депри понимает, где находится его оппонент. Ну, друг друга сейчас могли перепикать, но вдвоем работали дальчане по тэшке. И Нитрый 2.2 не попал в эту ловушку. Тем не менее, опыта хватило сразу же уйти и не пытаться испытывать удачу. Ну и снова, опять же, свою часть карты ребята из Ликвид отжимают абсолютно без проблем. На центре никакой войны нет. Опять же, это не старая версия Даста, где защита могла себе позволить отыгрывать на центре чуть более агрессивно. Так, контактный выход. Без каких-либо гранат. Пытались забрать к Зипникса, но, знаешь, шестое чувство этого парня действительно на высоком уровне находится. Дайминги, флешечки, к Зипниксу. Мог еще одного забрать, но не хватило буквально пули, чтобы закрыть Элиджи. Дальше идет повторный выброс оставшихся гранат от игроков команды Астралис. И, в общем-то, ребята из Team Liquid вынуждены уйти оттуда. И теперь игра в меньшинстве. Так, мой прицел. Мой прицел. Так, флешечки Глейв. Ушел на Гасса. Он же Гусь. Ну и тут, по сути, все. Тут закрыто. Да, тут закрыто. Тут уже ничего не сделать. Последний НАФ против пятерых, кстати, свой минус находит. Кстати, НАФ еще не брал против пятерых, подумал он и решил сейчас это сделать. Не, ну там снайпер, там один игрок снизу, другой... Другой в спине. Да, 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 другой в спине. Тут со всех сторон занято. Занято, закрыто и никуда ты здесь не уйдешь. В итоге 5-5 и пыл команды Liquid только что был остановлен. Публика, конечно, безумно счастлива от взятого раунда. Вот, говорит, смотрите, моя майка Астралис. Это моя. Но сейчас, на самом деле, времени для радости. Очень много проблем получили Астралис на этой карте уже в первой половине. Ну, вроде бы все так шикарно начиналось, но в какой-то момент Liquid и инициативу перехватили и сумели все это дело исправить. Ну, знаешь, хладнокровный подход — это то, чего у дачан не отнять. Liquid выигрывают. Ну, фантастически сложные ситуации, которые должны вроде бы ударить и по морали заставить игроков как-то, я не знаю, выключиться на время. Так, хорошая хаешка под Николай Ридзо. Ну, пул фокус — это про Астралис. Они не выключаются. Уже много вещей попытались осуществить Liquid. Ну, еще один затяжной раунд. Еще один затяжной раунд без экшена на центре. Возможно, сейчас ребята думают вновь расшатать немножко защиту на базе, а после чего перетянуться на точку B. Так, накидывают флешки на зиг, и девайс, в принципе, сейчас может стать очень... Не-не-не. Не сегодня. Не сегодня. Успел Николай Ридзо переместиться. Быстрый дачанин, да? Ускользнул из-под прицела игроков команды Liquid и не дал себя в обиду. Тайминги, тайминги, еще раз понимание таймингов и профессионализм — это вот все, что делает девайс на этой карте. Ну и, слушай, времени все меньше и меньше. Мы видим вот аналогичную ситуацию Mirage, где сами себя Liquid ставят в сложное положение. Они не дерутся. Они не дерутся особо сильно. Они стараются перехитрить. Ну, три секунды конца раунда. Выход сейчас пойдет у нас на базу А. Или не пойдет? Ну, вроде пойдет. Дюбриг, вейв по минусу. Но, опять же, дальше зигзаг выходить. 20 секунд до конца. 20 секунд до конца. Пока что без проблем справляются с этой атакой ребята из Астралис. Нав забрал Мэджис к бою. Уже 3 в 3. Но времени нет. Ну, посмотрите, как типич находится. Он сейчас видит две головы, понимает, что там проход минус бомб кэрри. Так и делает враг дальше. А бомбу-то не успеем поставить? Да, так и даже. Даже если бы так добежал до планта, то об установке бомбы речь не шла бы. Тактический тупик или случайное стечение обстоятельств. Или Flipside Tactics напоследок. Или Liquid Tactics. Кстати, Flipside это организация американская. То есть есть некие точки соприкосновения. Возможно, возможно. Там, кстати, анонс нового состава обещали. Ну и Liquid. Денег нет, но вы держитесь. Две СГшки. Один Tech9 у Nitro. Два Калашниковых. Арсенал раскидки хороший. Но опять же, вот ребята очень много тратят не на сам заход, а на контроль карты. Вот ключевую работу на втором додасте у Астралис выполняют как раз-таки снайперы. Как только появилось две винтовки у Девайса и Дюбри, вот у Liquid начались максимально серьезные проблемы. Меньшинство с первых секунд 12-го раунда для Liquid это не самые лучшие новости. Но, тем не менее, нужно продолжать двигаться и желательно в правильном направлении. Проверка центра без результата. Позиции в упоре. Глейв кладет с му. Просто цикарно отыгрывает капитан Астралис. Забрал Nitro. Но вот дальше тиммейты не прикрыли. Второй минус. А как Девайс? От Николая Ридза. И на этот раз уже на зигзаге. Он просто остановил сплит-атаку на базу А. Вездесущий Николай. Нав и Твист просто сейчас в безвыходном положении. Команда Астралис сделала все возможное, чтобы соперник бездумно сидел и играл. И полз просто до контакта на базу А. Ну что, проверена длина. Здесь про это инфа. Подъем Молик. Попытка прохода. Ну вот Моликом ошибся. А если Твист делает этот минус? А вот это уже... Это 2 в 4. Меняет условия этого раунда. Правда, Мэджиск успеет зайти со спины в самый неподходящий момент для соперника. Подбирает СГшку. Установка бомбы будет на длину или все-таки в планте? В планте на зигзаг ставится бомба. И внимательность Дюпри сейчас, конечно, это самое важное. Нав минус длина. Все. Как в этом раунде ребята из Liquid выигрывают, я не знаю, но это какое-то чудо. Это 2 в 4 и в какой-то момент... Вот знаешь, ты говорил про концентрацию, да? Мы только похвалили буквально раунд назад команду Astralis. То, что эти парни умеют фокусироваться в необходимых и максимально ответственных моментах. Здесь фокуса как раз-таки не хватило. Ну, видимо, ситуация 4 в 2, знаешь, вот как-то их загнала в зону комфорта. И они не смогли до конца оценить опасность, которая приближалась с длины. А вот знаешь, если мне не изменяет память, я, конечно, могу ошибаться, то вот за последние три карты такая первая серьезная ошибка от команды Astralis. Кзипникса забирает на длине четко подраскидку. Твист выходит, делает энтри-фраг. Ну и поджим от Дюпри. Сможет ли забрать бразильца? Кстати, посмотри, Тако как будто чувствует, что вот находится в шаге от провала. Сможет ли уйти бразилец? Он уходит. Да, он уходит. И он заметил еще и Дюпри. Ну и сейчас... И смотри, как должны в ту же секунду перестраиваться ликвиды. Апвент укрепляется командой Astralis, а ликвиды двигаются в противоположном направлении. Это вот как раз-таки Mind Games уровень Бог. Логика подсказала ребятам. Дюпри видел, как уходил Тако, и он подумал, что все, есть информация. Тако увидел, как чекал Дюпри. Ну и теперь идет перетяжка в обратную. Вернее, уже по карте они будут стоять 2-2. И вопрос в том, где будет стоять девайс. Девайс остается по-прежнему на базе, но ликвид решили просто проверить Темку. Нет ли где-то игрока защиты, который на коварной позиции. И пока что без результата. 40 секунд до конца раунда. Ну и вот смотри, уже не смешно. Уже не смешно. Ликвид сейчас могут попасть под девайса. И тот уж точно в этот раз промахиваться не собирается. Игра против длины. Игра против Зиги. Нет, здесь слишком круто. Тут закрыто. Коктейль Молотова под ноги. Элиш контролирует выпад от девайса. Идеальная атака на Апвент. Максимально подготовили перед выходом точку. Качественно. Ну и это 7-6. Это 7-6. Тем не менее у Астралис первой половине. Но беда Астралис в том, что в следующем раунде денег не будет. Да. Освежи мою память, пожалуйста. Как там ликвид с Нави играли? 16-2 с бегами 16-6. А по сторонам? По сторонам в атаке было 13-2. То есть атака была действительно хороша. Она ликвид удобна. Тогда все. Вопросов нет. Ну, видно, что Астралис не Нави. Видно. Но все же проблемы серьезные возникают. Итак, Дюпри пытается сохранить ФАМАС. Легкий армор и одну флешку. Миссия выполнена. Миссия выполнена. Но денег нет. Денег нет у команды. Бороться будет очень. Кстати, здесь вариант, что будут форсировать события до конца первой половины. Но не самое лучшее решение. Как же круто настреливает Элидж. СГ-шка это действительно, знаешь, как будто вот это профильное оружие. Этот чувак с ней стреляет действительно круто. Все же экономически. 4 USP Tactical, сохраненный ФАМАС и подсадка на центре карты под воротами. Ну, эти Тауры из 90-х, ребят. Подъехали, подъехали старые фишки. Ну, знаешь, тут что за КТ? Нужно увидеть старый раунд Virtus.pros 2005 года, где три снайперские винтовки могут совершенно спокойно контролировать ситуацию на этой карте. Но, опять же, вот с раскидкой в CSGO. Такие штуки, как Трявика, уже точно мы не увидим. 1950-1900. Ну, осталось дожать вот этот раунд. Сейчас, ребята, мы с Team Liquid и можно уже, да, задуматься о том, какой счет все-таки их ждет в первой половине. Потенциал на 9-6 очевидный. А вот чем закончится на самом деле, непонятно. Все, 8-6. 8-6. И последний раунд этой половины. Команда Astralis будет играть с деньгами. Но денег все равно не особо много. Раскидки будет мало. Ну, снайперских винтовок там точно не будет. Да, и не будет ТВП. Ну, есть варик тоже, что удастся выбить у кого-то. Но пока снайпер команд Team Liquid, он же нитро не играет особо в суперроле. Тут, кстати, ЭК-Айс был только что от Элиджо. Третий в гранд-финале. На секундочку. Третий ЭК-Айс. Ну, на этот раз делают его ребята из Ликвит. До этого Эйс доставался сначала Глэйву, потом к Зипниксу. Ну, самый шикарный у Глэйва, как по мне. Потому что... Самый быстрый. Да, там ситуация именно вот на центре карты. Как так? Там ребята из Ликвит заснули, я не знаю. Но храп слышали все. Итак, контроль центра карты. Вновь команда Ликвит. Из соперников только Ксипникс, который занял позицию в Зигзаге. Ну, и против него уже разыгрывается заход. Шел от флешки. Хороший угол обзора получает Ксипникс. Естественно, здесь минус твист. После чего звено на центре карты. Вот тебе подсадочка-то 90-х сработала. Работает. Ну, Астралис это доказали. Наф прострелом Дюбри не отпускает. А знаешь, Ликвит даже, несмотря на то, что потеряли двоих игроков в начале, постараются зацепиться за победу и в этом раунде. Оформят счет 9-6. Ну, они могут, да. Они могут и втроем сейчас сыграть какой-нибудь контакт-бэк. Кстати... Ну, мне не нравятся две снайперские винтовки. Но, опять-таки же, это... А, уже одна. Уже одна, да. Несколько раундов назад мы видели похожую ситуацию. Ликвит оставались в меньшинстве. Выползая на базу А, ему удалось забрать снайпера. После чего посыпалась вся защита. И здесь сейчас будет проверка на прочность Мэджиска. Хорошая по-тайминговая флешка. И... Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, тут понимают, что где-то там... Через Молотов. Неплохо. Дальше снайпер включается в дело. А вот 2 в 3 и занятая база Б. Это проблема для дайчан. Ну, подожди. Там Гуэйв закрывает уже спину. А вроде должен был слышать так и со спины соперника. Но нет. В итоге будет действовать нагло. Выпад в дверь. 27% здоровья у бразильца. Закрыто для атаку. Такое не тащится. Задергали со всех сторон здесь так. И в итоге 7-8 в первой половине. Дальчане получают, как и Ликвид, весьма скользкий счет. Ну... В пистолетный. В пистолетный раунд сейчас очень много упирается. Слушай, ну дальше оверпасс. Подожди, стопу. Дальше оверпасс. Ликвид еще не выиграли второй додаст. Ну, это те карты, которые в последнее время Жидким удалось подтянуть. Действительно, они вывели оверпасс на следующий уровень после того, как обыграли на Мальте команду Energy в гранд-финале. Да, и там была такая история, друзья, что в групповом этапе Energy разгромили команду Ликвид. Там два раза подряд на оверпассе Energy роняли Ликвидов. Причем делали это без каких-либо шансов. А в итоге в гранд-финале там просто next-level оверпасса пошел, и команда ничего не смогла сделать. Ну, вот со вторым битастом похожая история у Ликвид. Там не все так хорошо, но вот конкретно в рамках ESL эта карта у Ликвид получается. Ну, смогут ли обыграть топ-1 мира? Вот в чем вопрос. Тот еще вопрос. Вопрос поинтов в турнирной таблице. Да не только в турнирной, а вообще в рейтинге, в мировом. Ну, друзья, после этих финалов кэш и рейтинг очень интересно обновиться. Очень интересно. И кто на каком месте закончится. У нас еще есть несколько турниров до конца года, которые мы будем наблюдать, которые повлияют на финальный рейтинг этого года. На мировой рейтинг в Counter-Strike. Глэхфе вторая половина, 7-8. Астралис, пистолетка. Через P250 ее разыгрывают. P250 на центре. Это Девайс, Дюпри. И вся остальная команда также играет. Ну, выход на центр через панель. Знаете, Ликвиды делают выводы. В этом пистолетном раунде у Ликвидов есть дефюзки-ты. Сколько раундов они уже проиграли в этом гранд-финале? В моменты, когда не было как раз-таки этого важного элемента. Слушай, ну, выход на А. Или нет? Развернулись. Астралис натопали на зигзаге. И вернулись на центр. Но B, кстати, не максимально закрытые позиции. Заметьте, как Ликвиды просто закрыты сидят. Два игрока на бэквонде, три на А. И пока что, ну, своей схемой изначально отыгрывают Ликвиды. То есть вот эти манипуляции со стороны Астралис, там, побегали, потопали. Давай, как-то задергаем защиту. Это не работает. Это не про Ликвид в этом раунде. Ситуация решения. Его надо принимать, дым носить. И выход в трех игроков защиты. Ну, до свидания, дачаня, наверное, хочется сказать. Почему? Ну, Юспы все-таки такая достаточно средне-дальняя дистанция. Давай не торопиться. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Первые патроны не попадают. Серьезные проблемы у твиста. Ну, как же так? Вот тебе и до свидания, дачане. Три минуса в ответ на один. Это выход на апплент. Это ситуация 2 в 4. Это установленная бомба. И практически гарантированно взятая пистолетка. Ну, и так еще по пяткам бонусом надавали. Ну, вот такая вот. Это Юспы, которые не попадают. Если бы твист первой пули выключил Дзюпри, да, все бы сложилось совсем по-другому. Я хочу посчитать уже пистолетные раунды, потому что мне становится не по себе, когда я такое вижу. По идее, 5-3 в пользу Астралис. Если я не ошибаюсь. Ну, это с этим, да? Это с этим взятым пистолетным раундом. Ну что ж. Это 8-8. Это равный счет на втором Дедасте. И, вот знаешь, страшно только одно, что это, по-моему, первая карта, на которой одной из команд удается взять два пистолетных раунда. Так, ну зал уже начинает сходить с ума. Тут, на самом деле, датчане в 8 раундах сейчас находятся от золотых слитков, от первого места, от чемпионского титула. Слушай, ну у них шикарный стрик получается вообще за этот год. Команды, которые можно, с одной стороны, назвать непобедимы, но не во всех аспектах. Так, защита Ликвид сразу начинает терпеть. И 2-2, вот еще чуть-чуть, это был бы хэдшот. Два скаута пытались работать на центре, жидкие, но... Ну, против Кольники работать очень сложно. Кольника попала, а вот жидкие два или три раза промахнулись. Так, в зигзаге сейчас находятся два игрока защиты. Они их Дюпри не знают, но его будут запускать на центр. Флешка услышал нафа, проверил грибы. Никого так и выключает Мэджис. Как же так? Забыли про зигзаг? Забыли, не ожидали двух игроков, там увидите. Шикарное начало в этом раунде для Ликвид. Двоих забрали, Глейв красный. Слушай, ну я не знаю. А почему по одному действует Астралис? Вот в чем вопрос. Преимущества, конечно, шикарные получают сейчас Ликвид. Глейва вот едва-едва могли наказать на длине, но если будет играть один, то все. И так начинает жать с базы Б. В этот момент на терриспенах находилось два игрока-атаки, которые по тайнику. А там еще и СГшечка. О, ну вот это залет, ребят. Это хорошие новости для команды Ликвид. Они получили практически всю необходимую информацию о месторасположении соперника. Игрок с базы Б должен моментально смещаться и всячески ассистировать своим тиммейтам на базе. Игрался Девайс, игрался. Да, игрался. Но не на того, нарвался. Правда, с Калашом риск готов не отпускать. И этот раунд знает об игроке в зигзаге. Еще отличный хэдшот. И пока, несмотря на... Как же долго двигается Тако. И видел, что произошло по таймингу. Да, проверили. Да, проверили Тако, знают об игроке на КТ. И Тако, по идее, остается... Ой-ой-ой-ой-ой, слушай. Николай Риец. Преимущество, невероятное преимущество получила команда Ликвид в начале этого раунда. И информационно, и в плане количества игроков, восставшихся в живых на карте в этом раунде. Но все же Астралис на опыте действует. Три минуса от Девайса. И, по сути, Николай закрывает этот раунд для команды Астралис. Браво, Коленька. Браво. Это действительно чемпионская игра. Опс. Опс. Не добежал. Эпитасио. Эпичная попытка прохода. Да ладно, на нож могли посадить. Могли, но не стали. Не получилось бы. Это был не нож, это была USP Tactical. Твист просто в полете влетел. И, ну, наверное, Дюпри заставил как минимум испугаться. Калашников надо забрать подальше от рук игроков защиты, чем сейчас, в принципе, и занимались Астралис. Ну и выход на базу Б. Наф-Нафыч. Господин Наф. Первый пошел. Второй. Не пошел. Второго не забрал. Да, база Б занята, бомба там. И есть игрок, отрезающий в центре. Поэтому здесь все должно произойти без проблем. Ну что, еще и, знаешь, игроки при таком напряжении, при таком давлении, еще успеваю, знаешь, вот в чат что-то написать. Не забыть про это. Оп-оп-оп. Прострельщик и все-таки девайсы забирают. Но какой жертвой? Елис даже не пытается забрать Калашников. Сразу убегает под длину. А, он его здесь хочет найти. Но тут уже все, чувак. Не-не-не. Проверил, куда выкинули. Не увидел. Качественно действуют ребята из датской команды. Но, опять же, до первооружейного живут. До первооружейного. Там дальше будут деньги на снайперскую винтовку. И посмотрим, насколько товарищ Нитро соберется для игры с этим девайсом. Элидж. Да, братик, конечно. Давай, давай, давай. Прибежал. Хорошая попытка. Послушный. Знаешь, такое ощущение, что вот ребята в тэшке такие. Официант, пожалуйста. Официант. Мне последний фраг в этом раунде. С силой мысли. Иди сюда. Да, иди сюда. Ну вот, невнятно, конечно, он прибежал, если честно. Ну что, 10-8. Два раунда преимущества за командой Liquid. Девайс постарается в очередной раз не пропустить напорников вэпланта через центр. Но на этот раз не так успешно. Так, вот это интересно. Умэджерская проблема. Хотя разминка здоровья даже в пользу игрока атаки. 50 на 43. Ну и четверка Liquid уже на просторах Апунта и пытается остановить выход от Астралис. Кстати, заметьте, как делают датчане. То же самое, что мы видели от Liquid после entry frag с ВП на длине. Они моментально стягиваются под базу B. А там у Liquid только один. И это беда. Качеля. Эпитасио. Ну на самом деле беда не беда, но тут такая штука, что зигзаг подали ребята. Это беда. Это беда, Сопов. Это беда. Ну может он сейчас будет нереально попадать, как лютый Людвиг. Это беда. Людвиг вантаку. Это сел, зажал, попал по всем, но не убил. Какая обида, какая действительно беда. Огромное количество дэмэджа наносит так, но при этом не делает ни минуса. Так, Nitro plant не пропустил, но Magisk прошел 4 в 4. Бомба будет устанавливаться. Зажигательных смесей. А нет, есть одна. Есть одна зажигательная граната и... Там Magisk чуть ли не сгорает. 6% здоровья. Magisk постарается поставить бомбу, ну а Эллидж уже в спине. Кстати, времени на это выбивание у Liquid более чем достаточно. 2С минус NAV. Ну вот попытка сыграть опять же здесь гибко. И лежит, лежит та самая зажигательная граната. Она может им помочь выиграть в этом раунде. Нет, Эллидж закрыли 2 в 4. Закрыли твистца и в итоге Nitro остается последний. Друзья, Астрали с каждым раундом все ближе и ближе к миллиону долларов. Я уже не говорю про чемпионский титул этого сезона ESL Pro League. 250 тысяч долларов призового фонда. И это просто невероятно. 11-8. 11-8. И датчане будут... Слушай, а кто еще столько бабла поднимал? Ну если не брать в расчет другие дисциплины, то в кейсе, по-моему, никто. Ну, ВЕСГ был. Ну, ВЕСГ это 800 тысяч. И там уже с ВЕСГом все давно понятно. Ну, тут, знаешь, все-таки миссия гораздо сложнее, чем на ВЕСГе. На ВЕСГе тебе достаточно выиграть один турнир. Здесь тебе надо выиграть 4 турнира из 10 подряд. Да, при этом тебе нельзя проигрывать. Вот это самое, наверное, важное. Еще раз. Ну, в смысле, Фейс же тоже скинули с этого Грандслэма. Ну, потому что серия 4 из 10. То есть как только у тебя, например, был первый... Ну, короче, ты не разобрался с Грандслэмом? Разобрался. Почему? Ну, тебе можно проигрывать. Тебе за серия из 10, да? Вот как только ты выходишь за рамки 10-го турнира, у тебя один из сгорает. Один из? Да. То есть не все, а постепенно они сгорают. Идет смещение. Ну, короче, не об этом. Экономический раунд от команды Liquid. Пытались подраться, но... Что-то получилось, но не совсем успешно. Нитро здесь. Сцепился неплохо. Хотя, подожди, Твист еще... Не-не, его просто отморозили и убежали с бомбой. Но он подобрал Калашников. А, нет, на центре карты там хорошая позиция. Сейчас в идее будет концовка Твиста. Он еще и по Кзипникуз попал. Попадает весьма. Попадает весьма очень существенно. Слышит зигзаг. Слышит зигзаг. Идет подготовка база. Дымк Т, мол, это в точку. Но Твист намерен... Слушай, как его... Что это за кошки-мышки? Они боятся. Они его боятся. Они думают, что он сейчас реально доиграет здесь. Они просто развели. Ну, да, Твист принимает решение остаться в окне на базе B. Но бомба точно будет установлена в зигзаг. В зигзаге у нас один игрок атаки. Это Ксипникс. Он красный. Два фрага за этот раунд. Ну и Майджиск на подъеме. Чего, в принципе, сейчас Твист может не ожидать. Оп, Майджиск красиво проверил. С трейфом ушел. И Твист уже может задуматься сейчас о сейве Калашникова. Единственное решение, которое сейчас его устроит. В идеале, конечно, да, раунд... Ну, за раунд можно было драться. Были бы дефюскиты и армор. Это бы точно заставило от Виста бежать на драку. И, ну, Ксипникс просто не дает вообще... Идет и закрывает. Он просто душит его. Просто душит. Ну что, очередная попытка показать, что у Ликвид действительно крепкая защита на втором дедасте и остановить атаки команды Астралис. Ну, давайте, парни. Изи. Или нет? Друзья, поднять щит за безлимит. Болей за своих самым быстрым мобильным от Мегафон. Будут ли так быстры Астралис? Да, походу, готовятся закончить этот гранд-финал. Безлимитный снайпер команды Астралис делает антрефраг в важном раунде. Мегафонит. Так, тут тоже есть безлимитный снайпер. Это нитро, но... Так, флешечки в нитро. Нитро ушел. Красиво ушел. Еще один минус мог сделать. Но здесь уже песенка спета база B. Я тебе скажу так. Он максимум выдавил из ситуации. Так, и момент истины. Сможет ли бразилец принять выход на базе B? А флешка. Флешка. Нет, 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 нет. До-до-до. До-до-до. Вот как можно говорить в ГГ, когда до конца еще... Ты же знаешь. Когда 13-8. Когда 13-8. Тут уже мораль. Мораль. Это понятно. Но ты же должен дождаться финального свистка. Хорошо. И верить в победу команды Лига. Ждем финального свистка. Я уже вижу, как Зоник. У него в глазах видно, как он себе покупает особняк и вертолет. Ох, уже этот Собус. Как просто литры. Я бы себе СССР, ну, Кристалла бы взял сразу. С такими-то призовыми. Ну, сохраняют концентрацию. Опять же, игроки пока повтор. Опять же, безлимитный снайпер-девайс. Нет, вот этот финальный аккорд, конечно, был очень жесткий на Дасте. Там не без везения, друзья. Там был дабл-пик. Один человек через дым проник в дверь. Второй пикал в окне. Если бы, конечно, не фраг от Девайса, то была бы сложная ситуация. Тем не менее, фраг прошел, и все вроде как нормально. Только пистолеты у Ликвид в этом раунде. Да. Три ЦЗшки, два Дигла. Попытка агрессивно играть на зигзаге. И, кстати, из этого что-то может... Нет, Кзипник заметил. Сразу же, да, аркад на центре контролируется. На. Отлично. Хороший минус. Забирает к Зипниксу и, кстати, раздобыл информацию по бомбе, но на таком-то тайминге это не так и важно. Да, да и по карте, как бы, ситуацию здесь Ликвид не прочувствовали до конца. Нет там полного контроля, понимания длины. Они ничего не знают, что в темном. Но на базе Б по-прежнему два игрока. Девайс подключает Эльджу на точке А, готовит платформу для атаки в этом направлении, но далеко не факт, что атака пойдет именно туда. На базе Б, кстати, отлично встал Нитро. Ему бы еще тиммейты, которые бы забайтил и привлек на себя внимание. Но, походу, мы этого не увидим. Вот здесь, кстати, если выход будет на Б, посмотрим, насколько внимательно датчане разыграют. Не расслабились ли они еще совсем? Ну, вот, кстати, Нитро — это тот, кто пока что проваливает карту ДАС-2. Шесть прагов, четырнадцать смертей. И вот даже в таком моменте минуса сделать не сумел. Знаешь, это тот момент, когда ты услышал топот, ты открылся, не обнаружил никого на прицеле, открылся чуть-чуть дальше, и тебя заметил второй игрок. Вот это, конечно, да, очень обидно и досадно, что так получается. Четырнадцать восемь. Четырнадцать восемь. Последняя попытка для ликвидов. Вот теперь она действительно последняя. Если проигрывают жидкий этот раунд, с большой вероятностью это, ну, с вероятностью на девяносто девять и девять и девять 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 процентов. ГГшечка в этом гранд-финале. Как же обидно. Вот знаешь, в первую очередь за что-то, что ликвиды выиграли ту карту, которую не играют. Это да. Карта, на которой за последние три-четыре месяца у ликвидов было сыграть, да даже какое там, за пять или шесть. Последняя игра в седьмом месяце была. Ну, четыре точно, может быть, пять месяцев ликвид не играли в официальных матчах карту трейн. Они выиграли. Были шансы на мираже, были шансы на карте инферна. Но вот на втором дедасте пока что шансов мы особо не видим. Не впервые, но для ликвид приятно. Они сейчас в большинстве, и это чуть ли не единственная ситуация в этой половине, которая произошла для них, знаете, с нотками позитива. Но датчане, оставаясь на ситуации 3-5, все еще пытаются найти какие-то фраги на центре карты. Ну, не получается. Минус дюпри. Замет три снайперской винтовки. Ну и твист сейчас должен будет просто похоронить этот заход в зигзаг. Справляется с первым. Последний к Зиммиксу, есть вся необходимая информация. Ну и Нав поставит точку в раунде. Так, маста клатч или нет? Или не маста? Дистантовка, контрольский спаун. На, 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 на. Нет, не заметил. Он понял, что его уже выкуривают с двух сторон. И здесь по ноге попадает Нав. Прыжочки с Юспа забирает все-таки к Сипникса. Чистый раунд для команды Ликвид, но... 14-9. Нужна солидная серия раундов, чтобы мы поверили, что камбэк Израиль. Ну, один чистый взяли. Один чистый взяли, еще следующий уже. А потом раз, бац, и все. Да тогда будет втройне обидно. Короче, последние карты, друзья. Последние карты максимальной эмоции. Эх, датчане, конечно, два раунда. Вот, не знаю, два самых дорогих в жизни, в их жизни раунда. Друзья, это два самых дорогих в мире раунды сейчас играются. Такого вообще еще не было. Ну, да, по сути, Астралис от одного миллиона долларов, бонусного миллиона долларов, отделяют только два раунда. Шикарное начало от Элиджи. Прострелом забирает Мэджис Боя на центре карты. Ну, и стоит добавить, что три снайперские винтовки. Три снайпера. Это ужасно меня смущает. Да, если сейчас датчане поймут, в чем дело, два плюс два сложить у них как бы не хватит. Короче, думать там не надо будет. Они сразу поймут, что нужен раунд с дымом. Но пока все их попытки вылезти на карты и на центры, на длину, ну, ничем не закончились. Стоит отметить, вот позиционка снайперов пока что очень даже хорошая. На центре отыгрывает автоматическое оружие. Они, ну, не ставят снайпера туда. Снайпер стоит на длине. Снайпер на зигзаге и снайпер на Б. Так, подготовка центра карты. Ну, на зигзаге сейчас, в принципе, все эти действия слышат. Здесь идет явный акцент на базу Б, и датчане хотят сыграть в этом направлении. Но, опять же, без дыма, без флешек выходить вот так вот на прямой дистанции – это, конечно, большой риск. Задергали Тако. Закрывает Глэйва. Ну, все, и заставил Астралис развернуться. Да, да. Я, знаешь, что подумал сначала, что они его задергают, и снайпер выйдет, убьет, но... Так, ошибочка от Нафы, и знаешь, шансы-то появляются. Четыре в три с центра не уйдут. От Элиджи сегодня точно никто. Твист на один человек на КТ. Все есть для того, чтобы этот раунд заканчивался за ребятами из команды Ликвид. Ушли от флешек и от флешки, и не только. Все, все, дюпри. Последний. Попытка сейва снайперской винтовки 15%, 5 секунд, дюпри, надо жить. Что с деньгами? Денег нет. Денег нет, и этот девайс действительно нужно сохранять. Снайперская винтовка пригодится Николаю Рицу, а возможно останется у дюпри. Та самая серия, которую заказывали. Ну, два раунда уже хорошо. Два раунда хорошо, и третий был бы не лишний. Но тут вопрос, конечно, сейчас большой к ребятам из Астрали. И заметь, они продолжают играть точно так же. Три снайперские винтовки. Нав, потеряв АВП в прошлом раунде, докупает АВП уже в этом. Ну, ничего. Они верят в эту схему. Сейчас будут выводы. А против пистолета в этом может и не сработать? Опс, попытка пробежать на 8. И как? Как девайс остался жив? Я не знаю. Но повторную вылазку на центр ему точно уже не простят. Граната в зигзаг, девайс. Очень опасно играет здесь, конечно, Николай. И смотри, какая ситуация. Они, походу, понимают, что нужно сейчас попробовать зайти на базу Б. На базе Б дым. Подсадку смотрит так. А он понимает то, что в наглую вряд ли пойдут. Ну, пока что хорошо отыгрывает бразилец. Да, но не долетели до него гранаты взорвать. И заметь, он просто сидит. Он отмораживает от игроков Астралис. Он говорит, ребята, я не буду с вами стреляться. Тусуйтесь. Ошибочка от Эллиджа. Не проверил Дюпри. Ну, и выход с Т-шки. Здесь, конечно, все очень сложно. На волоске сейчас все висит у команды. Ликвид нужен Нитро команде. Два выпона базе Б. Атака упал. Нитро. Серьезные проблемы. Нитро дважды промахнулся. Вот это грязь, друзья. Серьез пистолетами в руках. Нитро пытается душить, но до последнего жил. А это уже большинство. Два АВП у Астралис. Три в два занятая база Б. И все, что нужно. Просто поставить бомбу. Просто поставить бомбу. Дождаться выбивания. Выбивание идет с одной стороны. Попытка реализации АВП. Нет, не вышло. Куда бежит бомб Керри? Непонятно. Ну, кстати, времени еще достаточно, чтобы уйти на плент. Дюпри спалился. Его забрали. Твист делает этот минус. Бомбермен по-прежнему в темном. Мэджиск, игра в окне. Попадание с диглагла и фракса ВП. Бомба даже не была установлена. Ликвид. Вот тебе и три снайперские винтовки. И провал на базе Б. Ликвид. Просто печальный момент для этих ребят, друзья. Ну, неужели все так и закончится? 15-10. Пять чемпионшип-поинтов для команды Астралис. Вот это развязка. Один раунд отделяет этих ребят от того, что еще никто не выигрывал в этой... в эту игру. Знаешь, мне кажется, если ты выиграл Intel Grand Slam, ты точно прошел эту игру. Мажор они уже взяли. Мажор за ними был. Будет ли интересно после этого играть Астралис? Действительно, самая сложная задача, которая пока что не покорялась ни одной из команд, она достигнута. Девайс. Проблема на длине. Нав его забирает. Это три в четыре по-прежнему большинство за командой Астралис. Канадца не переиграть. Сурово ударил. Ну и датская команда контролирует сейчас карту уже на 26-м раунде. Снайперская винтовка у Нитра. За базу B-Liquid не волнуется. Действительно, из-за... Так, а вот дым уже это опасно. Да, может быть вылазка. Поэтому у Нитра сейчас до конца не уверен. Придется чекать, либо простейлом пытаться проверять. Нав на зигзаге. Здесь соперников нет. Ну и посмотри, выход на длину абсолютно логичный, ему кажется сейчас, да? Если посмотреть по карте Датчани, там вообще без проблем должно пойти. На важный минус забрал Дюприну. Мэджис тут как тут на размене. Ну, по-моему, это ГГ. Это ГГ, друзья. Нитра остается последней. Сделать в этой ситуации ничего нельзя. К сожалению, ничего нельзя. Ну и должны были ребята все-таки из Liquid бороться. Бороться на карте Mirage. В итоге поздравляем датчан. Эта команда забирает миллион долларов с золотыми слитками. Они выгодят Intel Grand Slam. Давай по очереди. Сначала они становятся победителями ESL Pro League 8 сезона. Они зарабатывают 250 тысяч долларов. Выиграв серию из четырех турниров в рамках десяти, они становятся победителями Grand Slam и забирают дополнительно 1 миллион долларов. Это самый крупный выигрыш, наверное, за все время существования Counter-Strike Global Offensive. Ну что ж, вот и та команда, которая смогла это сделать. До них, друзья, такой шанс был у команды FaceClan. Но их максимально быстро отправили. Сбили им серию. Ну, знаешь, Face как раз-таки попали под каток Astralis. Будучи максимально близки к этому титулу, FaceClan'овцы не сумели взять еще одну победу и немного раньше добраться до Grand Slam'а, чем это сделали Astralis. Ну что же, пятерка игроков и тренер возле чемпионского кубка готовы поднять его над собой. Плюс миллион. Плюс миллион. Где эти золотые... Слитки, слитки, покажите слитки. Я хочу это увидеть. Такого еще не было, друзья. Ну, серьезно. Counter-Strike. Шикарный ивент. Шикарный ивент получился у нас в Оденсе. Максимально все было красиво. Даже в финале была интрига. Многие не верили, что Ликвидам удастся забрать хотя бы карту. Да, они, ну, удивили всех выбором этой карты. Это был трейн, который Ликвиды, ну, по сути, держали у себя в рукаве, как козырного туза. Эх, ну, от себя хочется добавить, друзья, и поблагодарить, в первую очередь, студию CS RUHUB за то, что они пригласили нас работать на этом чемпионате, освещать на русском языке матчи этого турнира. Спасибо, Юрий, за комментирование финала. Вам тоже, Игорь, и ребятам из студии. Ну, и, конечно же, зрителю огромный респект за то, что были на русскоязычной трансляции на протяжении всего этого длинного ивента и наблюдали за матчами до самого последнего конца. Мы с вами не прощаемся, точнее, мы-то с Игорем прощаемся, но нашу работу закончат аналитики. Точка будет поставлена после рекламной паузы нашей замечательной студии аналитики. Герои есть в каждом. Мегафон. Киберспорт начинается с тебя. Включайся. Чтобы поездок было много, они должны стоить мало. Так работает таксипортация. Сити-мобил. Таксипортируйтесь от 89 рублей. Intel technology powers the best of e-sports and the best demand a superior level of performance. So we're introducing the 9th gen Intel Core i9 processors designed for the world's best gamers. In celebration with our community, we're hosting the 9th gen Intel Core i9 processor DreamStakes. We want to bring you inside our world of e-sports for once-in-a-lifetime experience that only Intel can provide. Enter for a chance to win a trip to one of nine world-class events across three sweepstakes. We're taking the winner and a guest behind the scenes for a one-of-a-kind VIP treatment. Winners will also get the latest 9th gen Intel Core i9 processor and walk away with exclusive swag. Enter for your chance to win starting November 5th, 2018. Visit corei9.intel.com to sign up for more information. Здесь границы стираются полностью. И прекрасна такая игра. Мы приветствуем вас в зимнем Одденсе, где Астралис прошли Counter-Strike. Я не найду более точной метафоры тому, что сейчас мы увидели на экранах, друзья, но это феноменально. Это история дисциплины, это история киберспорта. И как я узнал из твиттера одного из великолепных деятелей киберспорта, игроки команды Астралис сейчас входят в топ-50 богатейших людей во всей сфере киберспорта, независимо от дисциплины. Они обошли факера, самого известного игрока Лиги Легенд, ну и, собственно, абсолютно заслуженно. Феноменальный результат от команды Астралис, и, на мой взгляд, на этом они могут заканчивать все свои карьеры спокойно. Нет, впереди еще мажор, как минимум. Ну, мажор, а что им мажор? Они все выиграли уже, что только можно. Они еще, подожди, они идут 2-2 по мажорам с командой СК, ну, они нынешними МИБР, поэтому нужно закрепить третьей победой, и все, и тогда будет вообще огонь. Я могу взять свою футболку, я только свистеть не умею. Ну, ладно, посмотрим, как, друзья, посмотрим на эти эмоции, на эмоции игроков команды Астралис, на эмоции многочисленных болельщиков, которые пришли, чтобы посмотреть. У нас сейчас будет интервью, скорее всего, с игроками коллектива. Ну, датский флаг, этот огромный красивый кубок, его, я так понимаю, в зрительный зал передают. А, это, видимо, кто-то из менеджмента команды Астралис среди зрителей находится. Вот они, друзья, они дождались, ну, кто, если не Астралис на самом деле? Думаю, главные претенденты на то, чтобы забрать Intel Grand Slam, на то, чтобы забрать этот турнир, уже не один десяток недель они сохраняют первую строчку в рейтинге HAL TV. Ну, давайте послушаем, что они нам расскажут. Глэйв, за последние 12 месяцев где это событие в твоем рейтинге находится? Мы так чертовски хороши, говорит Глэйв. Но зрители наши просто великолепные, отдаем им должное. Насколько сильно вас удивили Ликвиды, когда они пикнули Трейн? Мы думали, что мы достаточно хороши на Трейне, но они здорово сыграли. Они были очень хороши, и мы немного оконфузились. Но я на самом деле удивлен, что мы смогли так вернуться в серию. Это была хорошая игра. У тебя просто очень сильные эмоции. Это просто лучшее, что я когда-либо испытывал. Сейчас нас смотрят по всему миру. В Дании, где Counter-Strike уже национальный спорт, что ты можешь сказать? Мы неоднократно выступали на аренах, но эта арена была лучше, чем любая другая. Вы еще ни разу не выигрывали в Дании. Что ты испытываешь? Выиграть дома — это абсолютно великолепно. Я думаю, что все, кто пришли сюда за нас поболеть, они понимали, что мы можем это сделать. Глейф на сумасшедших эмоциях, на каких-то приятно видеть, что... Какие-то сумасшедшие обороты у него прям по голосу слышно, что он рвет. Да, так он голос сорвал, ты понимаешь? И мне кажется, что это он не во время интервью сделал, а во время игры. Нам показывали кадры, как игроки команды Astralis встают, подбадривают зрителей, там все аплодируют. Потрясающие абсолютные эмоции. Зоник, конечно, не один на сцене, уже традиция своего рода. Да, Зоник младший. Подрастающий тренер или игрок. Чемпионы восьмого сезона, это был долгий путь. Не один месяц длился сезон, много игр было сыграно. Astralis заняли первое место в европейском регионе. Достаточно достойно они его закрыли со счетом 20 выигранных карт и 6 проигранных всего лишь. Разница по раундам плюс 126, то есть команда рвала и металла. И на протяжении всего сезона мы наблюдали, как Astralis выигрывают мейджоры, забирают турниры. И были отдельные моменты, когда у них не все получалось. Но это можно было объяснить тем, что Astralis отдыхают. Отдыхают именно для таких событий. Ну там событий было не так много. Они проиграли Нарсам, довольно обидно. Они на бластне своем, опять же, в Дании не смогли выступить, как от них, наверное, ждали. Но есть тогда, опять же, свой фактор. Не выделим мы их на эпицентре, потому что, опять же, ты говорил про отдых, хотя очень хотелось бы их увидеть и пообщаться как-нибудь, не знаю, посмотреть на них вновь и вживую. Но ребята сделали свой выбор. Они выиграли ЕЦС, они выиграли много чего сегодня в этом году. Конечно, действительно, именно так. И они стали чемпионами мира и чемпионами этого года, безусловно. Они побили кучу рекордов. Кто-то из них индивидуально, кто-то, ну, опять же, командно взяли. Поэтому я очень рад за Астралис. Честно, как бы я не болел за них все это время, уже, наверное, года четыре я болею еще с временем Team Solomid. И это достойно. Это было очень здорово, но, опять же, хочется отдать ликв нам должное. Они не проиграли карты, как это было в прошлых финалах. Мы ждали от них, наверное, немножко меньшего. Они смогли отжать карту и, по итогу, они показали достойный контр-страйк. Если бы они сражались на североамериканской сцене, я думаю, что это было бы, ну, как-то иначе. И вот они, обещанные золотые слитки, друзья. Intel Grand Slam, приз, который положен команде Астралис, будет выдан именно в таком виде. Шесть золотых слитков, пять для игроков и один для тренера. С высеченными именами игроков на этих слитках. И это очень символично, это очень красиво и абсолютно великолепная задумка, на мой взгляд. А еще маленький слиток маленькому звоннику? Ну, я думаю, папа отколит кусочек. Звонник можно, кстати говоря, руками просто отломать. Нужно. Мощно. Это круто. Астралис чемпионы первого сезона Intel Grand Slam. Девайс. А может себе позволить. Я думаю, что это тот вечер, когда они могут не скромничать. Астралис абсолютно великолепный. И я продолжаю повторять, что наблюдать за этим в прямом эфире, то есть понимать, что мы с вами современники такого коллектива, это очень здорово. Это действительно очень круто. Опять же, первые в истории победители Intel Grand Slam на первые люди, которые там, не знаю, Девайс, которые получил кучу MVP и прочего-прочего. Люди великолепны, Девайс снова повторяет. Сейчас у вас в руках слипки, которые подтверждают, что вы самая доминирующая команда сейчас. А как считаешь, вот теперь вы лучшая команда в истории? Ну и Девайс отшутился в ответ. Насколько тяжело было выиграть эти четыре турнира для вас? Да, мы в любом случае очень сильно старались. Много жертв было пронесено для того, чтобы стоять здесь и сейчас. Мы долго не виделись с нашими семьями, друзьями. Но все ради того, чтобы видеть эту публику и выигрывать такие турниры. Ну и, видимо, сейчас нас ожидает ревью каких-то турниров. А, в общем, это, я так понимаю, хайлайты команды Астралис. А, DreamHack Masters, да, это у нас сейчас, у нас на экранах, друзья, хайлайты из других турниров, на которых выступали Астралис. И видно, это те турниры, которые входили в систему Intel Grand Slam. А я напомню, что в эту систему входят турниры ESL Pro League, входит DreamHack Masters, входит еще два какие-то... А, Intel Extreme Masters и четвертый какой-то. Вот не вспомню, к сожалению. В общем, четыре серии турниров. Ну, Астралис выиграли четыре из десяти. Они сделали то, что было нужно для того, чтобы стать чемпионами первого севера. Они и лигали? И лига, может быть, кстати, да. И все, что я слышу, это... Он, Fire Sanders, который говорит, датский Counter-Strike — это просто что-то невероятное. Астралис выходит близко к публике, еще раз поднимают кубок. Чуть меньше фанатов сейчас уже стало на стадионе, люди начали расходиться. А, это, видимо, опять же, это, видимо, с DreamHack. Это с прошлых записей. Да, да, да. А вот она ESL Pro League. Это, я так понимаю, Dallas 2018 год, гранд-финал. Против команды Liquid как раз тот самый, да, где они выиграли 3-1. История повторилась. Все так, все так. Действительно, действительно, 3-1. Но мне здесь добавить особо нечего, скажем так, по поводу команды Liquid, потому что вот это все время, которое я сейчас молчал, это было дань уважения. Я обычно говорю очень много слов, но в этот раз очень много слов говорить не хочется вообще, потому что даже через как бы через медиапространство стратегически пытались Liquid обмануть оппонентов. Это какие-то японские штуки. Это Ода Набунага буквально в киберспорте. То, что мы видели сейчас. Единственное, что это не получилось до конца. Но молодцы, молодцы, что постарались. Поэтому минута молчания, или даже там 2 или 3, в качестве уважения от меня, лично, команды Liquid. Ну, опять же, Астрали защитили титул чемпионов прошлого сезона. Иссель Про Лиг. У них уже два подряд идет. И впереди, по факту, остается отыграть еще один турнир. Это Бласт Про Сириас, который будет 14-15 числа. И потом месячный отдых. Может быть, даже побольше. Да, там долго. Действительно, большой перерыв. Типа до 15 января. Ну, плюс-минус. Я на вскидку. Возможно, до 17-го, каких-нибудь у 17-ых. Зоник делится информацией, что ему было легко тренировать своих ребят. Интервьюер спросил, как тебе было работать с этой командой. Он говорит, они потрясающие, но местами было трудно. Хотя мы работали очень упорно, и объем работы, который мы проделали, он феноменальный. Как лучшее качество твоей команды, назови. И Зоник отвечает, что мы вместе, и это наше лучшее качество. Мы все делаем вместе, тренируемся, проводим досуг. И просто у нас великолепное взаимопонимание. Команда Астрали сейчас выглядит абсолютно непобедимой. Мы постоянно продолжаем развиваться как-то. Мы можем выступить даже лучше на следующем турнире. Поэтому посмотрим. Как оценишь своих соперников, Ликвид? Очень уважаем этих ребят. Они великолепная команда. Я буду честен, они нас очень удивили. На первой карте, но то, что они здесь, это закономерно, они великолепная команда. Я признаю, что эти ребята несколько напоминают мне мою карьеру, когда я еще играл. Но они молодцы. И теперь, я так понимаю, ревью чикагской победы команды Астралис над Ликвидами как раз. Да, нам выводили на экран твит Элижа, который, видимо, сделан был буквально считанные минуты назад. Он отдал дань уважения команде Астралис, сказав, что мы думали, что сможем все-таки вырвать победу. Но этого не произошло. В который раз Ликвиды терпят поражение, Астралис, но я на самом деле в этом плане с Женей не солидарен. Я не считаю, что у Ликвидов сейчас произошло что-то ужасное, после чего им надо никнуть и отдавать минуту молчания. То есть они выиграли турнир, они распечатали... Нет, это минута молчания и заважение было, то, что они сделали. Окей, понял. Просто они распечатали первое место, они выиграли недавно турнир совсем. Вот буквально предыдущий турнир перед финалами Пролиги. Они доказали, что они могут быть лучшими, но когда против тебя играет команда Астралис, претендовать на первое место, это, пожалуй, что-то абсолютно невероятное. Это фантастично. Да, да. Димитрий. Фантастично. А теперь интервью с Дюпри. Каково это победить в Intel Grand Slam перед своими фанатами? Это великолепно. Это было лучшее Рождество, которое у меня было. У тебя сейчас перед тобой золотой слиток. Что ты можешь сказать об этом призе? Местами все становилось абсолютно сумасшедшим образом, мы были переполнены эмоциями, и это не очень похоже на нас. Когда вы поняли, что все, вы забираете эту B105 серию? На самом деле, только с последним фрагом мы это поняли, но когда за последние 15 раундов мы начали делать фраги, мы поняли, что можем закрыть эту серию уже на этой карте. И абсолютно замечательно видеть столько людей здесь, что культура Counter-Strike развивается. Миллион долларов, что будешь делать со своей долей? Как рок-звезда будешь тратить? Я думаю, я хорошо это потрачу. Я хочу еще такой же слиток, поэтому я еще не закончил. Как считаешь, вы лучшая команда за все время? И Дюпри отвечает «да». В этом плане он с Девайсом не солидарен. Девайс чуть более скромный, а Дюпри... Дюпри чуть менее скромный. Да, но может ей позволить на самом деле. Я думаю, сейчас никто спорить не станет в данную секунду. Чемпионы первого сезона Intel Grand Slam команда Астралис. Такие вообще умнички просто. Настолько команда отыгрывает во всех боевых ситуациях, видит все вот эти вот уровни абстракции, которые навешивают противники, чтобы их хоть как-то обмануть, кроме вот того, что сделали сейчас команда Liquid в начале этой серии. Вот кроме этого. Вот этого Астралис, пожалуй, не ожидали. Это, походу, единственный вариант, как можно обыграть вне Counter-Strike, потому что в Counter-Strike еще-то нет. Да, если бы не убирали Нюк, то это было бы 3-0, скорее всего. Да, 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 возможно. И снова Глейв поднимает этот кубок на своего рода щите, которого написано ESL Pro League Season 8. И, кстати, друзья, не забывайте поднимать щит за безлимит и болейте за своих самым быстрым мобильным от Мегафон. Тут нас подняли безлимитный кубок, который же второй такой же будет красоваться на стенде команды Астралис. Это здорово. Я думаю, там уже места нет, куда ставить. Нужно новые полочки из Икеи заказывать уже какие-то такие мощные. Можно половину полок в Оденс перевозить уже, я чувствую. Если так будет продолжать, давай сообщается. Вот я, на самом деле, не уверен конкретно. Возможно, мама, потому что лицом похоже, черты лица похожи. Может быть. Она говорит, я там тебя буду на парковке ждать. Да, да, да. Поедем домой, сейчас будешь рассказывать, почему не попадал в первом матче. Борщец-то навернуть. Я очень с нас не униваем, что там борщ есть. Да. Аналог борща. В смысле, что значит борща нет? Что такое вообще? Как так-то? Кстати, вот оформление вот этих вот Intel Grand Slam'овых вещей с точки зрения, в смысле, продакшена, вот под золото, да, все, типа освещение на экранах там золотые кубки и так далее. Да, вот родители выходят, болеют родители за ребят. Ну, то есть это вообще-то было видно в том плане то, что и у The Vice уже были на разных других турнирах, типа интервьюшки всякие, забавные скетчи. Там и девушка, и опять же, у него, типа, тоже болеют родители там и так далее, и так далее. И вот это вот, на самом деле, связь поколений в каком-то смысле. То есть, да, это все дело когда-то начиналось, опять же, типа, в подвалах, там, в Европе, вот, какие-то маленькие ланы, типа, bring your own computer, да, бьёк ланы. Там кое-как, еле-еле, непроветруемые повещения там и так далее. А дошло вот до такого. И вот теперь, как бы, пять лучших игроков на планете в Counter-Strike с таким же лучшим тренером на планете в Counter-Strike как бы приходят и забирают миллион баксов. Там еще забавный кадр был, то ли мама, то ли бабушка Кзипикса вышла на сцену с уточком, с едой. Вот, видимо, тот самый бомб. Проголодался. Это польщец. Проголодался. Нет, вообще, когда я начинал следить за Counter-Strike'ом и вот за профсценой, тогда еще, да, это была команда Team Sulamide, и ребятам очень многого не хватало в плане вариантов на плей-оффе. То есть, они очень часто проходили групповую стадию вообще в щи, а вот на плей-оффе они не доходили до полуфиналов. У них всегда были проблемы, они всегда были фаворитами, но какой-то конкретный матч, какая-то конкретная вообще суть. И было очень больно смотреть на то, как твоя любимая команда, в принципе, не может пробраться даже близко к гранд-финалу. И только вот со временем, постепенно, постепенно, где-то, наверное, с 2017 года, когда у них пошли вот эти все первые успехи, или даже с 2016 года, они начали набирать, набирать, набирать. Сейчас, к концу 2018 года, мы видим лучшую команду планеты, которая уже целый год никому не поддается. И где-то вот какие-то минимальные шансы. Есть команд типа Норс, которые знают эту сцену, они знают, как играют команды Астралис. Какие-то инсайдовые темы, да. Да, и мне очень, ну, реально радостно, потому что, ну, есть у меня такое душевное удовлетворение, что мы любимая команда. Я дождался того самого, когда мои ребята просто взяли и... Когда Эмиль еще пришел, Маджиск, да, вот Глэйв стал лучше играть, то есть энергия какая-то открылась. Весь пазл собрался воедино. Да-да-да, вот все реально пять игроков, прям идеально, то есть никто нигде вот отдельно прям не играет. Только вот в каких-то уникальных случаях, как вот Страйк и Сопов, мол, говорили, ой, там, Астралий сыграет какой-то раунд отдельно, одни, а потом опять вместе, да, то есть буквально они себе мини-ошибки позволяют. Единственное, что я здесь могу добавить, это... Нет, опять Мордор! Победил. Но Хоббиты все-таки справятся когда-нибудь. Пока что Астралийский Мордор его не победит. И Зоник Саурон местный, судя по всему. У него есть кольцо всевласти, которое побеждает любые другие команды, я не знаю, что с этим делать. Но когда-нибудь, когда-нибудь Корона Строна, черт возьми, слетит, я не знаю, когда это будет. Когда Астралийс остается и идут на пенсию? Нет, может быть... А там будет потом команда Астралийс-2 какая-нибудь, да? Уже из детей или внуков. Команда Астралийс-2. Ну да, вот сын Зоника как раз будет тренировать, и там кто-нибудь еще другой подоспеет. Ну, в общем, друзья, вы можете желать команде Астралийс поражений, можете желать побед. И я вас найду потом. Да, Олег найдет, поверьте. И поверьте, он все находит. Даже футболку команды Астралийс нашел, не вставая со стула. На самом деле, отрицать сейчас вряд ли кто-либо станет, что команда Астралийс, ну, лучшие пока что. Пока что лучшие. Да, все так. Если без шуток, все так. На самом деле, вот сейчас можно только один вопрос на этот счет задать. А как долго это продлится? Они уже долго достаточно на первом месте. Был период, когда Кирбай еще пришел в состав, они там около 20 с чем-то недель держались на первом месте. Потом пришел Мэджиск, они упали с первого места. И там были некоторые колебания. И вот сейчас, не так давно был поставлен этот рекорд. Сейчас идет 61-я неделя их нахождение на топ-1 рейтинге в местах ЛТВ. И пока что ничего не предвещает их падение оттуда. Мы там увидимся с основного сезона, потому что будет, опять же, скрывающим большим турниром. Это Катовица Мейджор. Потом у нас будет стартовать 9-й сезон Про Лиги, ЕЦС, ЕЛиги. И вот это все. И там мы уже сможем увидеть, как подготовились Астралийс, и как команды подготовились к этой датской машине. И я жду новых звезд. Я хочу, чтобы вот где-то в глубине в душе я хочу, чтобы Астралийс начали еще жестче играть. Но для этого нужен равный соперник. Ну да, друзья, команда Астралийс сейчас испытала абсолютно невероятные эмоции. У них впереди вечер, за который эти эмоции, возможно, начнут немного подутихать. Все-таки сложно сохранить эти впечатления, которые испытываешь на сцене. Поверьте мне, знаю, о чем говорю. Вообще, у меня есть идея, когда это, возможно, случится с возвращением Кобблстоуна, может быть. С возвращением Кобблстоуна. И вполне вероятно, друзья, что это событие не за горами. Но если вы хотите испытать нечто похожее или просто сделать свои эмоции чуть более яркими от просмотра любимых стримов и игры в компьютерные игры, то добавьте остроты с нашим партнером, букмекерской конторой Лигой Ставок. И станьте участниками настоящих сражений. Финал этого замечательного турнира. Для вас анализировали Олег Мингат-Клименко, Евгений Слипсамуайл-Слипчик. А меня зовут Дмитрий Not in my house Крупнов. Впереди у нас еще несколько турниров, поэтому далеко не уходите, возвращайтесь на трансляции и смотрите вместе с нами великолепный Counter-Strike.